Здравствуйте дорогие зрители, я рад вас приветствовать этим вечером. Сегодня я начинаю серию подкастов, которые будут выходить каждую неделю. И сегодня я хотел бы с вами поговорить о том, что будет выходить на канале. Я очень часто тестирую различные тематики для видео, которые выходят на моем канале. И поэтому частенько направление видео в каналах меняется, потом я выбираю одно направление, потом если оно не заходит, могу выбрать другое направление. То есть я смотрю на отдачу, на реакцию, соотношусь с тем, сколько сил я потратил на производство такого контента и делаю выводы о том, стоит ли его делать или нет. Да, и кстати говоря, я на это видео не писал сценарий, поэтому если буду чуть медленнее говорить, то это, знаете, из-за того, что я свои мысли формирую на ходу. Поэтому я не писал никакого сценария, итак, давайте начинать. Мне задавали очень много различных вопросов, и я хотел бы ответить на них. Так как я чуть ранее сказал, что я очень часто тестирую различные направления на своем канале, и исходя из обратной отдачи, которая выражается в просмотрах, комментариях, в интересе, соотношу со своими интересами, соотношусь, соотношусь с тем объемом сил, которые я прилагаю для производства этого контента. К тому же я занимаюсь не только YouTube-каналом, а на самом деле во всей своей деятельности YouTube-канал у меня занимает процентов 30, наверное. На сегодняшний день основная моя деятельность – это разработка Android-приложений, в основном на американский рынок. Также я иногда только по просьбе своих подписчиков помогаю им разрабатывать сайты, ну, плюс канал YouTube, как я до этого сказал, и я, как написал в посте до этого, я занялся очень, хотя, ну, не менее, приступил к изучению очень интересной сферы программирования. Но об этом будет в этом видео. Итак, что же это за сфера? Это разработка игр. В частности, меня интересует на настоящий момент разработка игр под платформой Android и iOS. Просто я недавно задумался, что бы я хотел производить. Я никогда не изучал программирование с целью трудоустройства, чтобы пойти на работу и работая за зарплату. Да, с одной стороны, это хорошо, у вас всегда будет стабильный доход. Но я всегда изучал те сферы программирования, которые мне интересны на данный момент. То, что я хочу сделать. И вот обычно, когда я это начинаю, меня это очень сильно зажигает. И сейчас меня зажгла сфера разработка игр под платформу Android и iOS. Я начал изучать, как это все делать, как это можно все сделать, да, как это все можно изучить. И вот, что я вам хочу сказать. Я посмотрел много видео, прочитал много статей, посмотрел кое-какие, посмотрел программу кое-каких курсов. И что я для себя вынес? Во-первых, для разработки, в чем плюс? Если мы говорим про Android и про iOS, например, если вы разрабатываете мобильные приложения, то вы под Android пишите на Kotlin, под iOS, по-моему, на Swift, если я ничего не путаю. Там, по-моему, Swift. В общем-то, а если вы разрабатываете игры, то по две платформы вы пишите на одном языке, на C-sharp. Но тут другой нюанс. Перед тем, как перейти именно к программированию игр, вы должны, опять же, если я... Сейчас мы говорим о деятельности, не пойти на работу в студию, строиться и работать, да, на кого-то там, а работать на себя, делать что-то, какой-то свой продукт. И вам... И я исхожу из того, что у вас не будет особо больших бюджетов, исчисляющих сотнями тысяч, да. Сотнями тысяч, конечно, в рублевом эквиваленте. Я исхожу из того, как я вот хочу сам, например, сделать игру. И, конечно, я графику буду делать сам. И то, чтобы я... Конечно, можно было заказать на фрилансе эту графику, но просто я поизучал немножко эту тему, и мне прям загорелся, мне прям захотелось научиться делать графику. И вот тут мы сталкиваемся с первой проблемой. Эта проблема состоит в том, что вам нужно много чего изучить, чтобы сделать эту графику. Вам нужно изучить скульптинг. То есть, вы должны делать 3D-модели. Идеальная программа для скульптинга – это ZBrush. Да, и тут упираемся еще в одну проблему. Лицензия ZBrush платная. Она, по-моему, 39 баксов стоит в месяц. Конечно, есть и взломанные, да, различные. Но я сторонник использовать лицензионные продукты, потому что я сам произвожу контент. Да, часть из этого контента, ну, сейчас уже меньше, платная. Да, я как автор, я прекрасно по ним уважаю авторские права тех людей, которые делают софт. Но просто, если вы делаете продукт авторский, то, ну, как минимум, мне кажется, вам стоит уважать авторский продукт другого человека. Поэтому я пользуюсь лицензией. Поэтому стоит эта программа для скульптинга, для создания 3D-моделей, ZBrush, она стоит 39 долларов в месяц. Ну, там на первый месяц можно бесплатно взять. Там пробная версия, да. Вам, смотрите, нужен ZBrush для того, чтобы, да, есть блендер, который, в котором можно тоже 3D делать. Но все сходится к тому, что ZBrush это прямо более профессионально, потому что в блендере делается анимация и скульптинг и все что угодно, да. А ZBrush это только для скульптинга. И вот сначала вам надо научиться от создавать скульптуры. То есть, что такое скульптуры? Это, например, если мы говорим об играх, это наши персонажи в игре, да. Это то, что у нас окружают различный интерьер. Но это все, что мы видим в игре, это все состоит из 3D-объектов. И это нужно сделать скульптинг. После того, как мы сделали скульптинг, это все нужно анимировать, ну, то, что разукрасить, я уже не говорю, анимировать. И вот все вот это производство графики, это отдельная индустрия. И вот я начал так присматриваться, изучать. И я хочу сказать, она меня очень сильно, эта сфера зацепила. И я бы очень хотел научиться всему этому. Это для меня очередной вызов. И мне это, я очень прям сильно загорелся. Поэтому сначала я изучу компьютерную графику. Потом, когда я изучу эту графику, я прям перейду уже к программированию на движке Unity. Ну, потом произведем игру. И вот тут я перехожу к следующему вопросу, который у меня засыпали просто очень много. Будут ли уроки по Android выходить? Я вот, у меня ограниченное количество времени, да. Я очень много себе запланировал. Я планировал себе вести блог для бизнеса по Android. Я планировал на английском языке, я планировал делать уроки, потому что в современном русскоязычном пространстве актуальных уроков очень мало. Я хотел это исправить, именно уроки по Android. Также я, ну, хотел по сайтам что-то делать на YouTube-канале. Я хотел писать. У меня два стартапа свои зависли сейчас. Но в один я стартап веду. Кстати, он стартап связан с платформой WordPress. Но в плане Android уже. В сентябре будет презентация. И второй стартап тоже завис. И я хочу вот это изучить сейчас, графику. Как видите, много дел. И я в один день все это не могу заложить. И приходится, мне придется просто, придется чем-то жертвовать, да. И я разбил свой день, как бы свой день на две части. Утром я пишу Android-приложение, после обеда я изучаю графику, да. Там по выходным я пишу видео для YouTube-канала. И производство уроков по Android, то есть ее, ну, во-первых, прописание сюжета, подготовка материала, запись, монтаж. Все занимает очень много времени. Мне, допустим, для того, чтобы записать один видеоурок для вас, мне необходимо на это три дня. А отдача не такая уж сильная. И все-таки, если я начну писать Android-канал свои уроки по обучению Android, то тогда я должен будет пожертвовать своей мечтой, которая связана с изучением геймдева и на данный момент компьютерной графики. И я, кстати, себя на изучение компьютерной графики и программирование игр отвел два года. То есть я год буду изучать компьютерную графику, и где-то год я буду изучать само программирование. То есть через два года я выпущу свою игру, у меня уже есть идея. Это очень крутая игрушка будет, и я надеюсь, что там будет все прекрасно. Так вот, в связи с тем, что у меня появились некоторые интересы, да, в связи с тем, что создание видео по Android занимает много времени, поэтому я принял решение, оно мне далось легко, но я принял решение прекратить выпуск обучающих видео по Android. Но, но, тут есть одно но. Но, в ближайшую неделю я выпущу видео, что должен знать Android разработчик в 2021 году, где представлю вам подробный план обучения и дам по каждому, и дам по каждому пункту ссылку на статью, на видео или на курс. То есть, не мой, сторонний курс, и это будет, скорее всего, англоязычный курс, где вы можете изучить. То есть, равнозначно тому, что если бы я объяснял, то есть, я дам ссылки на те ресурсы, которые были бы равнозначны тому контенту, который бы я снимал. То есть, я дам подробный план, актуальный вот сейчас, на данный текущий месяц, в этом году, на этот год, и дам ссылки, где это можно изучить, и дам подробный план, потом, как правильно обучаться. То есть, еще раз, мои личные уроки по Android разработке выходить на канале не будут. Я вам дам пошаговый план, где это можно все изучить и спокойно писать. И сейчас я вам дам уже один совет. Изучите основы Android. То есть, о чем я говорю? Умение создавать Activity, умение создавать фрагменты, обмениваться данными между Activity и фрагментами. И научитесь, допустим, при табе по кнопке в текстовом поле отображать какую-то информацию, и научитесь работать с ресурсами. И вот берете эту базу, берете библиотеку Material Design, и начинаете писать свое приложение, и по ходу разбираетесь с базами данными, с архитектурой NVVM, с коином, с корутинами, со всеми, вы параллельно начинаете по ходу разбираться. Потому что то, что вы не используете на практике, через неделю забывается абсолютно все. Это не нужно собирать знания, нужно четко писать, сразу практиковаться. Это очень важно. Итак, а что же будет на канале? Смотрите, на YouTube-канале будут, в категории сайты будут выходить презентации некоторых тем оформления. Ну и сейчас у меня готовятся две темы оформления. Какие-то топы, ну какие-то общие зарисовки будут выходить. Будут, значит, будут также выходить видео по применению мобильных приложений для бизнеса. Будут выходить видео на такую тематику, как профессии будущего, новости в технологиях, общие вопросы по программированию, по обучению новым навыкам. То есть, вот такие будут разговорные видео еще выходить. И самое главное, я открываю вот эту линейку подкастов, которым буду еженедельно что-то вам рассказывать. А также мы, а также я открываю новое направление на моем канале. Я буду рассказывать о том, как я изучаю компьютерную графику, как я изучаю и как я изучаю программирование игр. То есть, я буду рассказывать о том, как я изучаю геймдев. И вы, если вам это также интересно, сможете просто на моем опыте посмотреть, как это я все правильно изучаю, что я делаю. И также буду презентовать то, что я делаю, то, что мне получается на данном этапе. Сразу скажу, сфера очень сложная, несмотря на то, что она напрямую от производства графики и с программированием не связана, но там столько всего нужно знать. Да, и кстати, еще вам такую штуку скажу. Если вы тоже хотите компьютерной графикой заниматься вам для создания скульптинга, вам нужен графический планшет, я уже себе его заказал. В общем, будет очень все интересно. Опять же, андроид уроков не будет. Будут видео по мобильным приложениям, по бизнесу, по технологиям, по программированию. И будут подкасты, и я открываю новое направление, в котором буду рассказывать о том, как я изучаю геймдев. Вот все, что я хотел сегодня вам рассказать. Это такое спонтанное некоторое видео получилось. Я его несколько дней назад запланировал и сегодня выпустил. В общем, как-то так обстоят дела, поэтому я просто, по поводу отмены андроид уроков, мне это решение далось очень сложно. Я долго думал над этим, наверное, недели 2-3 я точно про это думал. Но все-таки вот это новое направление, которое открылось мне, и мои мечты, которые только что появились, все это перевесили. Я просто хочу научиться скуппингу, я хочу научиться созданию компьютерной графики. Кстати, я хочу потом еще анимацию, научиться делать анимацию. Кстати говоря, вот эти штуки, производство компьютерной графики, ее можно использовать не только в компьютерных играх. Можно очень круто развернуться с этим всем на ютубе, делать очень крутой контент. Но и этот контент, просто его производство стоит очень дорого. В общем, и такое вот направление открываю. Так что пишите свои мнения в комментариях, что вы думаете об этом. Все еще будет намного интересней, и все только начинается. Всем спасибо за внимание, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok